Четвертый год подряд фестиваль боевых искусств собирает в стенах Дворца спорта «Восток» большое количество зрителей, спортсменов и профессионалов. На торжественном открытии участников соревнований приветствовали почетные гости. Среди них герой России Павел Шевченко, сотрудники городской администрации, члены Совета Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» и руководители физкультурной организации «Альфа-Кио Косинкай Каратэ-До». В фестивале приняли участие 318 спортсменов, представляющие различные боевые дисциплины. 12 видов единоборств, среди которых бокс, кикбоксинг, тайский боксинг, дзюдо, джиу-джитса, самбо, айкидо, кэндо, кио-ксинкай каратэ-До, вольная борьба, ушу, смешанное единоборство и армейский рукопашный бой. Начиная с первого фестиваля, у нас всего было 5 дисциплин, на данный момент на четвертом фестивале у нас уже 12. Мероприятия плановые проходят совместно с Международной Ассоциацией ветеранов подразделения «Альфа», посвящено памяти сотрудникам «Альфа». Жаркие поединки, схватки и бои могли наблюдать зрители, пришедшие на фестиваль. Среди участников соревнований спортсмены, обладающие титулами и званиями мирового, всероссийского и областного уровня. Я не первый год занимаюсь подобными единоборствами, уже несколько раз участвовал в турнирах, в подобных уже второй раз участвую. До этого ездил в Москву два или три раза, сегодня надеюсь на победу и всем желаю того же. Фестиваль собрал спортсменов из Орехово-Зуево, Москвы и Подмосковья в возрасте от 6 до 45 лет. Накал страстей в борьбе за призовые места царил в каждой боевой дисциплине, независимо от пола и возраста участников. В джидо были соревнования, и там было страшно, но я сразу же, наверное, на пятой секунде победила свою соперницу. А в джу-джу-су там был мальчик, поэтому, ну, немножко было сложновато, но я выиграла. Три татами, ринг и борцовский ковер – пять площадок, где решались судьбы горячих поединков. Поединков, в которых боевые искусства не просто спорт, а целая философия достижения физического и сознательного роста.